Телеканал КРТ представляет С целью захвата власти Или помочь как минимум Сотворить там что-то такое Что помешает Лукашенко Прийти в очередной раз в президентское кресло И их задержали Этих людей Оказалось, что там есть украинцы И украинская сторона рассчитывала Что А, и были данные, что якобы часть из этих Вагнеровцев В наемной форме воевала на Донбассе Забывая вообще-то, что у нас наемники Воюют с двух сторон В том числе и с Российской Федерацией А некоторым наемникам Российской Федерации Со стороны украинской армии Даже дают гражданство в Украине Даже Зеленский дал так Ну, не важно, да И начинается такая интересная история Украина ждет свой лакомый кусочек Когда же отдадут Так сказать, в плен Тех, кто участвовал в войне На востоке страны Россияне ведут переговоры Поскольку там большая часть Или почти даже все, кроме одного Это граждане Российской Федерации В итоге Лукашенко всех скопом В том числе и с украинским гражданином Отдает обратно вагнеровцев Ну, по крайней мере, их так называют Мы теперь даже не знаем, кто это Российской Федерации И Украина остается ни с чем Умывает руки А потом вообще Выползает и такая информация Что оказывается Год назад Наша контрразведка Службы безопасности Украины Или Минобороны Я девочкой об этом мало понимаю Важные люди Да, очень важные люди Да, из контрразведки Или разведки Придумывают некую спецоперацию Которую согласовывает С высшим руководством страны Мол, а давайте мы внедрим В Российской Федерации Своего человечка Который вот Сделает все Для того, чтобы к нам в плен Попала часть неких россиян И мы потом их выставили на обмен Рассказывая, что вот видите Это доказательство присутствия русских на Востоке Я так понимаю, что в этом была сама соль Ну и последний этап этой операции Предполагал, что данные наемники Будут лететь куда-то там в Венесуэлу Но обязательно через Минск В Минске самолет не сядет Потому что этот наш крот Будет имитировать эпилептический припадок На борту самолета И самолет почему-то должен сесть в Киеве И тут мы их все С нашим спецподразделением Альфа Возьмем на горячем В общем, ничего не получилось Получился очередной позор Оказалось, что это все недолуга Операция спецслужб Украины А тут совсем недавно Благодаря Анатолию Шарию Мы узнаем, что и Безлер никакой Боинг не сбивал И его вообще из состава обвиняемых персон Вывели в свидетели А потом мы опять-таки Благодаря Анатолию Шарию Узнаем, что такое крымская провокация С господином Пановым Которая таки была А мы всему миру рассказывали Что это россияне придумали В общем, факапы за факапами Вот позорище на наши седые головы Так, то есть Пармоги не будет в ближайшее время? Ну, пока Пока сутильна гоньба Вот просто вот Гоньба за гоньбой То есть надо не кровати переставлять А что-то другое Нет, надо просто быть честными С самими собой И наконец-то прекратить Обзывать военный гражданский конфликт Гражданскую войну на востоке Войной с Россией Это примечание еще к тому же Что мы еще и войну им не объявили Да? И они на войну не явились Нужно быть честными И сказать, что наемники В том числе с российскими паспортами Есть по обе стороны фронта Нужно признавать, что у нас В этом гражданском конфликте Увязли абсолютно все Милитаристские садисты мира Которые туда слетелись Как мухи на мед Нужно признавать, что наша армия Используется там незаконно И абсолютно преступные Авиабомбардировки И Донецка, и Луганска И Кондрашовки И Станица Луганская И других мест в Украине Происходили И это военные преступления Которые не имеют срока давности Нужно признавать то Что мы при обмене Удержанными даже не военнопленными Военнопленные действительно Бывают на войне Да? При обмене удерживаемыми лицами Мы меняем одних украинцев На других У нас бы была война с Россией Мы бы меняли на россиян Была бы война с Польшей Меняли бы на поляков А мы почему-то обмен Своими же собственными гражданами Производим Поэтому вот пока мы себе Не признаемся И не назовем честно То, что у нас на самом деле происходит У нас вот будут вот такие Позорные события Потому что Ну никуда ты правду не скроешь